Моё почтение, товарищ, с вами, как всегда, Креатив, и это аналитика седьмой сессии Деньги Миноров, прибора, которые у нас происходили довольно-таки весёлые рофлы, и не только на моей стране, также по всему миру происходили какие-то интересные конфликты. У меня на Польше, в принципе, по событиям только война с Россией, игрок на Room то ли не пришёл, то ли вылетел, то ли ливнул, ну, в общем, дали час оф лимита, и от Room'а остались небольшие огрызки. В основном мы забрали с Room'а степи, чтобы получить больше рекрутов, а остальные страны забирали, кому что надо, как-то так. В середине сессии мы немножко перестроили наши дома, плюс закончилась эпоха, где-то с 330 монет у нас доход упал до 290, то всё равно нам позволяет содержать наш лимит поиск и ещё и в плюс уходить. Короче, всё хорошо. Воюю я с Россией и без оверлимита. Я просто воюю ради войны. В принципе, вот и всё. Жду, когда он напишет кап, чтобы завершить эту войну на Белый мир. Ну, как-то так. Интересно, что у нас силы равные, страны почти одинаковые. Разница у нас в том, что у него больше денег. У него больше денег почти на 150 монет из закрытой торговли. У меня же закрытая религия, что даёт дополнительно 15 морали. Но если посмотреть по потерям, по потере в войне почти одинаковые. Одинаковые они в первую очередь, потому что... При сравнении с моей пехотой здесь плюс один пикс в огне, плюс один пикс в натиске. У меня же плюс один пикс в морали. То есть мои солдаты стоят и стираются до Талова. При этом у меня же миллион сто, по-моему, лимит-рекрутов, которые постоянно пополняются. У России же такого добра нет. Казачков нету. Но у него всё равно 700 тысяч. И он воевал оверлимитами. У нас была интересная война. Он приходил в Варшаву. В принципе, прикольно. Я нашёл дыры в своей стране. Оказалось, что у меня не хватает крепостей. О чём я даже не думал. Не думал, что через Пруссию пойдут. Но, в принципе, понял, что вот эту крепость тоже... Эту крепость тоже стоит перестроить. Очень неудачно расположено. Но посмотрим, чём закончится эта война в следующей сессии. Приходите в субботу. Ну, и Лиге осталось недолго. Поэтому это одна из последних серий. Так. Что у нас ещё из интересного? У нас началась война Болоньи. Вы меня так просили её убить. Так просили. В итоге она сама, похоже, умирает. Вестфалия напала на Болонью. Я не хотел вмешиваться, потому что я был занят там. И, по идее, эта война должна была происходить. Вестфалия, Швейцария против Болоньи. Но из-за того, что игрок на Швейцарию не пришёл. Там часть сессии сидела... Игрок, который абсолютно не умеет играть. И вторую часть сидел и Ишка, и плюс человек. Когда в последний час он, по-моему, сел. И при этом у него стоял на стороне брейн-дэд. И на неё напала Франция. То есть из аналитики по Болоньи мы смотрим теперь Францию. И у Франции сложилась такая ситуация. То, что он думал, что он воюет с Ишкой. И он оккупировал тут кучу крепостей. По карте Девастейшена можно посмотреть, сколько он оккупировал. Когда посадили игрока, он начал войну без морали армии. Потому что сидел брейн-дэд, он ничего не поднимал. И ему пришлось экстренно сливать профессионализм. Поэтому Швейцария сейчас представляет собой жалкое зрелище. Где-то у него 30 профессионализма. И очень мало денег, плюс займы. Но взамен на это хомяк тельтанул. Он вместо того, чтобы собрать ударки и принять бой против страны, которая, ну, по сути, такая же, как ты. Он решил тельтануть и, похоже, ливнуть. Но я не знаю. Это очень крайне спорное решение по Швейцарии. Я бы, честно, просто их замерил на белый и вернул на состояние довоенное. Потому что, во-первых, нападать на брейн-дэд. Во-вторых, ставить брейн-дэд на страну, на которой должен быть игрок. И не ставить офф-лимит. Потом дозволять нападать. Потом садить одновременно игрока туда, чтобы человек уже, как бы, воюет с Иишкой или брейн-дэдом. Просто ее сидит, оккупирует. Ты сюда садишь человека. Явно Хомяк не поднимал вообще ни хрена. Кстати, он тоже проф послевал. Армии довольно-таки мало. Ну, в принципе, у них равные страны. Поэтому там должна была быть равная война один на один. Красивая. Но, как мы видим, результат не самый лучший. Ну, я думаю, это в том числе из-за того, что организатор не пришел на свою сессию. Отличный организатор. И у нас Саорг руководил нами. Также, дальше. У нас два... Давайте по Болонье. 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 Болонье уже упарывается. В Болонье 21 коррупция и имит займов. Сколько я помню. Да, 55 тысяч. Вот вы меня просили ее убить. Но зачем ее убивать, когда она умирает сама? В принципе, зачем? Сейчас он умрет. И тут будет халявный кусок земли. И мы, может, станем к концу игры красивой страной. Но, на самом деле, тут оказалось то, что Вестфалия одна не может противостоять Болонье. А союзник Вестфалии отлетел. Поэтому, исполняя супружеские обязанности пришлось Цезарю, который, типа, держал Вестфалию в рукавицах ежовых. Плюс, Ганноверу упала в унию Пруссия. Пруссия решила не выходить из унии. В принципе, правильно сделал. Он застраивает свою страну. Но, сидит. Сидит. В принципе, я так же сидел. И тоже увлекательный геймплей. Сидишь себе, апаешь провки, строишь домики. В принципе, все хорошо. Тут, кстати, лимитка куражки рекрутов. Как-то так. Плюсом, что у нас еще было? У нас было то, что Андалуся договорилась с Италией. Италия уступила Тунис. И, по-моему, Ла-Манчу. В обмен на это Андалуся отдала, по-моему, какие-то свои территории и тут. Ну, или просто у них конфликт завершился. Насколько я слышал, инки хотели формировать Испанию. И поэтому воевали за Андалусью. Но Андалусь решил замириться с Великобританией на белый. И поэтому эти планы пошли прахом. И что сейчас будет в этом регионе, вообще непонятно. Эйр, как страна, перестала существовать. Также игрока не было. Поэтому, собственно, его поделили. Переходим дальше, глубже. У нас сформировались блоки, по сути, арабов, инда... Как этот... Нет. Арабо-иранцев против индусов. У нас воюет Кафа, Мушаша, Персия против Майсура, Пенджаба и Тибета. Вроде тут никто, да? Всех перечислил. Йемен не перечислил. Война протекает таким образом, что они на равных стоят. Денег ни у кого нет. У них кто-то ВД есть? Кафа. И страны набирают долги. Насколько я помню, Пенджаб говорили, застроился под банкротством. Хотя это в лиге запрещено. Очень странное действие. Но это что есть. Снова набирает займы. При этом они оба отбанкротились. Пенджаб с Майсуром. Или Майсур застроился под банкротством. Я, короче, не шарю. Что-то там такое было. И в прошлой войне, которая началась в прошлой... Заканчивалась в прошлой сессии. Мушашу вывели на Стопхиты. Из-за того, что Персия зашла в войну за Мушашу. Поэтому Мушаша лишилась одной провинции на Стопхит. И произошел мир. Мушаша, насколько я помню, тоже банкротилась. Ей немножко давали денег. В принципе, ну... Пусть тоже страдает. Это так. Хотя когда-нибудь он станет нормальной страной. Через одну ветку, вернее. Тут... Не знаю. Баланс усил. Примерный паритет. Здесь незначительное преимущество. Перса. Но у них преимущество в том, что у них экономики существенно лучше. То есть, Кафа и Йемен имеют топовые инкамы. В отличие от всяких Майсуров, Пенджамов. Тибет еще кое-как справляется с торговыми идеями. Хотя тоже вынужден брать займы. То есть, по экономике, здесь, в Индии, полный швах. При этом на это же можно глянуть. По войне. Кафа имеет 290. Майсур 210. Тебе 210. И Пенджаб 150. А при этом союзники имеют еще столько же, как у Кафы, Йемен. И Персия 200 монет. То есть, суммарно у них инкам монет на 200 и больше, чем у врага. Поэтому на экономике они должны выигрывать, если ничего не поменяется. Он также... Не знаю, смысл смотреть АВУ. АВА сидела... Так, никого не кинула. Фу, пуси. Надо было кидать людей. Больше, чаще. Обычно. Собирается в отличную страну. Ну, там уже полторы тысячи девелопмента. По сути... Причем это, по сути, не девелопленные правы. Поэтому ему еще и качать... Если бы мы играли до 821, это было бы классно. Хорошая страна собиралась бы. А сейчас, к сожалению, лига рискует завершиться где-то к 700. И поэтому вряд ли АВА себя реализует. Морская помойка. Малака. На Малаке ливнул игрок. Игрок поменялся. Пришел новый. У них был конфликт с Аляской. Но, как мы видим, они договорились. Но я не уверен, что они договорились. Возможно, это была капитуляция или что-то такое. Но границы здесь зафиксированы. Непонятно что. Союз с ВБ и Савой. И с Майсуром. Непонятно, что куда, почему. Дипломаты никакую шпионку не делают. Ничего не понятно. О, Австрия. Одобряем Австрию. Так. В принципе, это главные события с АС. По инкамам, в принципе, у нас особо ничего не поменялось. У нас Техас все так же лидирует. Следующая Россия. Ганновер, Бруссия, которые сидят. Ну, уже, наверное, они не столько на моих деньгах сидят, сколько... В принципе, начали очень много лутать. Там, как бы, реально зашкаливает. Чисто из-за узла. Заходы. Но, что поделать, что поделать. Такое бывает. Пруссия, Ганновер. ВБ даже меньше, чем Ганновер, что очень странно. Кафа и я на Польше. То есть, меня, по сути, с первого-второго места вытеснили в десятку. Ну, я хотя бы могу воевать себе без займов. Я себе спокойно сижу, держу. У меня, в принципе, заебись. Зато интересная война. В принципе, ради войны. Почему бы и нет? Почему бы? По лимитам я все еще на первом месте. Единичку превышаю Россию. И Пруссия, Техас. Техас, который не застроен, насколько я помню. Пруссия. Ну, Пруссия. Ей не с кем воевать. Идея. Он может со мной только повоевать. И то, скорее всего, я проиграю безальтернативно. Если я с Рашкой борюсь еле-еле, то с Пруссией вообще непонятно, что будет. Ну, с этими даже смотреть нечего. Ничего интересного. А по Мэн Пауэру? По Мэн Пауэру... А, ну, у меня лям-200, лям-200. А, я, наверное, прогнал чуть-чуть. А. А, нет, ну да, все, правильно. Лям-200 Мэн Пауэра против 700 тысяч у России. Соответственно, ему приходится сливать профессионализм, чтобы воевать. Я же, в свою очередь, даже... Отменил многие дикты на рекрутов. Поэтому, скорее всего, Канни Билд мы оставляем на Европой Университет 5. А на сегодня мы заканчиваем. Приходите в субботу, если хотите узнать, чем закончится. Ну, или потом на аналитику. Подведем итоги лиги, если она закончится и так. Вроде как интересно. Одна из, ну, интересных лиг. В принципе, можно было что-то придумать, что-то сделать. Но, понимаете, это Лига Миноров. Это тут какие-то... Я вообще не Польша, я Молдавия. Какие могут быть у меня амбиции? Это же странная Молдавия. Ну, понимаете, понимаете, вы же понимаете, чатик. Понимаете. Все. В общем, с вами прощаюсь. С вами был Креатив. И вот так вот у нас коротенько получилось. Все. Пока-пока.